Путин отменил обязательный техосмотр при покупке полиса ОСАГО, однако проходить его все равно придется. Ну что, друзья, всем доброго дня. Мне, знаете, буквально два дня назад написало просто огромное количество людей, Серега, все, техосмотр отменяют, теперь ОСАГО можно купить без техосмотра, пошел в жопу от техосмотра, он нафиг не нужный и так далее, и тому подобное. Знаете, были и хорошие комментарии, которые мне говорили, Серега, давайте вместе разберемся, чего это, как это, поблажки или, наоборот, ужесточение закона. Я считаю, друзья, что это реально ужесточение. Давайте сначала с правовой информацией, как это все происходило. 15 июня Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки закон, регулирующий ОСАГО. Они вступят в силу с 22 августа 2021 года. После этого рядовым автовладельцам, чтобы оформить полис ОСАГО, они обязательно будут предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Ну и, соответственно, 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. И вот все, ой, ура, 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 ура. Смотрите, сейчас нам дают примерно полгода. С 22 августа 2021 года по 1 марта 2022 года. Диагностической карты не нужно. Ну, кроме, опять же, там, такси, каких-то газелей, автобусов, которые перевозят люди. У них это все остается в прежней силе. Если вы обычный рядовой автовладелец, то, да, вы полгода можете забить просто на техосмотр и не делать его. Но с 1 марта 2022 года за отсутствие этого документа, а следовательно отсутствие техосмотра, будут штрафовать на 2000 рублей. Такие изменения уже внесены в КОАП. Проверять наличие карты планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки. То есть, не будет стоять никаких ментов. Никакие сотрудники там проверять вас не будут, ни ГИБДДшники, ничего, да. Будут висеть камеры, которых сейчас огромное количество в каждом городе. Они будут следить за вами. Если вас нету в базе техосмотра, вам будут выписывать каждый день по 2000 рублей. Каждый день по 2000 рублей. А зная, что по-любому появятся какие-то баги, 100%, да, мне кажется, один раз вы засветились на камеры, и там второй, третий день, даже если вы не катаетесь, вам могут приходить эти штрафы. Ну, понимаете, да, к чему я клоню, как говорится. Это лично вот мое оценочное суждение. Так что, по-любому нужно будет делать техосмотр, и это все ужесточается. Раньше была лафа, друзья, объясню почему. Вот смотрите, раньше вы получали, вот, ну, как бы диагностическую эту карту, один раз на два года, как я считаю. Ну, допустим, заканчивается у вас диагностическая карта 1 мая, вы делаете страховку 1 мая, проходит год, но вам же никто не мешает купить полис ОСАГО, там, не 1 мая, да, дождаться, пока вот диагностическая карта просрочится. А, например, 1 апреля или 15 апреля, да, получить эту диагностическую карту. И таким образом одна диагностическая карта у вас растягивалась как бы на два года. Сотрудники страховой компании, смотришь, там осталось там 15 дней или месяц, отказать они вам по закону не могут, у вас диагностическая карта на руках, все хорошо. И все, и вы катались. Никто вас не контролировал, никакие камеры ничего не пробивалось, это вот только вот перекладывалось на плечи, скажем так, страховых компаний. А страховые компании, ну, там, спустя рукава все это делали. А сейчас за вами будут следить камеры вот эти ГИБДД, которые относятся к государству. Да, вы можете купить ОСАГО без диагностической карты, но диагностическая карта сейчас стоит 2 рубля в день, если у вас ее нету. И подумайте, вот вы катаетесь без диагностической карты 30 дней, по 2 рубля, это 60 тысяч. Все просто побегут проходить этот техосмотр. И вот я, знаете, всех призываю пройти это до 1 марта 2022 года. Зная о наших автомобилистах, да, никто ничего не будет делать, там, я не знаю, до февраля, до конца февраля, скорее всего. И все потом толпой ринутся где-нибудь там 15 февраля или где-нибудь там в последних числах февраля проходить этот техосмотр. Будут просто огромные очереди. Так что я вас всех призываю пройти техосмотр где-нибудь там в конце этого года, либо в начале следующего, там, января, ну, декабрь, январь, вот так вот. То есть вы себе просто эту жизнь облегчите. А вот с 1 марта, как начнут всех нагибать, друзья, так вот полетит пух и прах, как говорится. На этом все, я думаю, я вам разъяснил, что это просто ужесточение, а не какие-то поблажки. Если понравилось, ставим лайки, ну и напишите свой комментарий, что вы вообще думаете об этом законе.